Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня будет влог из Воронежа. Я поехала в Воронеж 19 мая, провела там 9 дней. Эти 9 дней были крайне насыщены разнообразными событиями. Если вам интересно, оставайтесь. Давайте проведем это время вместе. В Воронеже намного теплее, чем в Москве. И когда я уезжала из Москвы, у нас еще только-только набухали почки на деревьях, еще ничего не цвело, были только небольшие намеки на то, что весна. И, конечно, когда Воронеж встретил меня вот таким вот солнцем и такой богатой зеленью, мне было очень приятно и очень радостно. Первый день, когда я приехала в Воронеж, был очень теплым и очень солнечным. И, конечно, водохранилище это не море, но все равно необыкновенно греет. Вот хотя бы просто посмотреть на эту красоту. Да, первый день был очень теплым, очень солнечным, похожим на летний. Потом, правда, погода испортилась. Потом стало намного холоднее, потом шли дожди, но это было потом. И, кстати, на следующий день я поехала на Блошино-рынок. Было холодно и дождливо. Видео с этого Блошино-рынка вы видели. Идет мелкий мрасящий дождик, а я собралась на бложку. Не знаю, будет там кто или нет. Посмотрим. Ну, как вы уже знаете, покупки на этом Блошино-рынке у меня, конечно, были. Их было довольно много, я их вам показывала. Но об этом позже. Вот снова хочу вам показать улицы города. Роскошно цветущие каштаны. И что-то капает сверху, как обычно. Сидит, нокнет. Не шевелится. Ну, под дождем. Ну, а это подготовка к мастер-классу по мылу с нуля. Сегодня у меня будет только одна студентка. Мы учимся варить мыло с нуля, так как это делали наши деды, даже прадеды и прапрадеды. Что значит с нуля? Это значит, что с нуля. Вот ни с чего. У нас нет готовой основы. У нас будут только щелочь и жиры. Жиры могут быть как растителями, так и животными. Но мы будем работать с растительными жирами. А еще мы провели съемку очередного эпизода из реалити Сережа Учится. Мы с ним делали вот такие вот броши. Не приходилось. Сначала так сказать, она выключила. И он у нас парится. Съемки у нас всегда проводятся очень весело и задорно. Потом, правда, приходится повозиться с монтажом, с миллионом дублей. Но вообще все весело. Привет, друзья! Я была Шеволева, хозяйка магазина Большая Корзина, в котором я сейчас и нахожусь. Это Сережа Мойзам. А это... Сережа Мойзам. В предыдущем эпизоде сериала Сережа Учится мы рассматривали, как работать с полимерной глиной. И с тех пор у нас остались заготовки... Куриных лиц. Привет, друзья! Я была Шеволева, хозяйка магазина Большая Корзина, в котором я сейчас и нахожусь. а это Серёжа, мой Жанн. Уже предыдущего эпизода сериала «Сережа учится» у нас остались сначала. Не, я не помню. Где моя голова? Где-то вот здесь, примерно. А ты вообще не мелкая. По-моему, прям мелкая. Нет, ты этот-то. Ну, помимо дел рабочих, дел служебных, мы собрались с девочками и снова пошли в музей советского быта. Помните, у меня уже однажды было видео. В этот раз мы смотрели две новых экспозиции, одна из которых была посвящена платьям. Платьям советской эпохи, но там были не только платья. Да, видео будет, будет чуть позже, потому что на него всё-таки требуется больше времени. Времени на монтаж, на озвучку. В этот раз мне не разрешили оставить оригинальный звук, поэтому придётся озвучивать поверх. Сейчас хочу показать вам один такой небольшой эпизод, то, что я снимала на этой экспозиции. И, как вы видите, помимо платьев здесь есть и разнообразные аксессуары. Шляпки, туфельки, сумочки. Сумочки. Меня в последнее время они необыкновенно захватили. И, судя по всему, это начало новой коллекции. Я привезла из Воронжа четыре стареньких сумочки. Две из них винтажные, две, наверное, скорее всего, антикварные. Покажу позже. А сейчас вот мы с вами находимся в центре города Воронежа. Это площадь Ленина. Разрываются флаги, посвящённые юбилею Петра Великого. Вот это вот здание администрации. Памятник Ленину. Вот там, за этими деревьями, там вдали, его не видно, но там, так сказать, альма-матер. Главный флот по Сваромежскому государственному университету, который я как раз и заканчиваю. Подъёмся, подъёмся. Вот это театр Моторио-Малетто. Я специально пришла сюда, чтобы показать вам, в чём разница между современным театром и той открыткой, которую прислала мне моя зрительность. Сейчас мы с вами сравним. Вот эта открытка 1984 года. И вот то, что сейчас. Видите, слева здание, которое было раньше, которое сейчас снесли, и на его месте построили новый дом. Вот он. Он, в принципе, повторяет старый. В общем, он выдержан. В той же самой стилистике. А вот здание оперы Болета, посмотрите, раньше на крыше здания не было вот этой скульптурной группы, которая есть сейчас. И, как видите, вот этих красивых изображений тоже раньше не было. Вот такое вот небольшое путешествие. Ну, давайте ещё раз. Было, стало. Когда я вам показывала эту открытку в первый раз, которую мне прислала моя зрительница, я вам говорила, что мой магазин находится в шаговой доступности от театра оперы Болета. Да, на самом деле, меньше пяти минут идти. Вот сейчас мы с вами идём по направлению к нему. Мы прошли мимо здания администрации. Здесь, за этим зданием находится парк. Он довольно... довольно симпатичный, я считаю. Очень уютный. Давайте пройдём мимо этих кафе. На самом деле, они находятся чуть в стороне от дороги, по которой нам с вами нужно идти к магазину. Но они довольно симпатичные, поэтому подумала, ну, давайте для красоты пройдём мимо. Очень приятно гулять в солнечную погоду. Что-то я никогда даже раньше не слышала о таком специальной библиотеке искусств. Очень интересно. Как я вам уже говорила, эта моя поездка была очень насыщена на события. Было ещё одно событие. Мой старший племянник Данил заканчивает школу. И поскольку он наша гордость, то не пойти на последний звонок не было никакой возможности. Безговорочные лидеры добиваются успехом любой поставленной передними задачи. Уверены идут в своей цели. Среди ребят, кто видит, и призёры Олимпиад по математике, физике, русскому языку и литературе, английскому языку. Для понятия вклада на линейку приглашаю. Двукратный призёр многомациональной Олимпиады «Звезда» по профилю техника и технологии, призёр региональной этапы по математике на базе ВГПУ, кандидат на окончание школы с золотой медалью Даниил Упыкин, 11-й В класс. Под государственный гимн Российской Федерации «Смирно». Ну, как вы понимаете, на этом моменте мы все немножко поплакали по-другому, и быть не могло. Очень была красивая линейка. Был у меня велик соблазн вставить вам ещё и момент, как выпускники танцевали вальс, но решила вас не переутомлять какими-то личными видео, поэтому не стала вставлять. Думаю, эти места вам уже знакомы. Да, я снова была на вокзале, снова была в антикварном магазине, который находится на вокзале, и снова снимала видео. Видео будет чуть позже, нужно немножко времени на его монтаж, и как раз вот из этого магазина у меня две предположительно антикварные сумочки, про которые я вам говорила. Одну сумочку я купила, одну Наталья, директор магазина, мне подарила. Ну, в общем, терпение, позже покажу. Воронеже есть воронежская кондитерская фабрика, правда, последние лет 20 она входит в холдинг объединённой кондитеры, поэтому вот тот фирменный магазин, в который мы с вами сейчас зайдём, в нём представлены не только конфеты именно воронежской фабрики, но и другие. Но всё равно давайте зайдём, посмотрим. Мы сейчас видели в красных коробках песни Кольцова. Вот эти конфеты, вот эти конфеты, с детства мои самые любимые, внутри у них мармеладная начинка. Очень я их всегда любила, да и сейчас тоже продолжаю любить. Мои покупочки. Воронежские конфеты, они вафельные. Ну, а это уже, конечно, продукция других фабрик. И зашла я сюда не зря, зашла я специально, чтобы купить конфеты, потому что есть ещё один повод. У моей мамы, 26 мая, день рождения. Мама живёт за городом, и мы с сестрой поехали её навестить. Поехали праздновать день рождения. У мамы всегда хорошо. Вы знаете, сколько бы тебе не было лет, если у тебя есть мама, то ты маленькая девочка. Весело прошло. Очень весело. Насмеялись от души. Маме, 76. А это вы видите кадры с ещё одной барахолки, которую я успела посетить накануне своего отъезда. И снова мы с вами на площади Ленина, неделю спустя, 28 мая, праздничное мероприятие по поводу дня рождения Петра Великого. Поехали праздничное мероприятие по поводу и на площади. Поехали праздничное мероприятие по поводу Петра Великого. Петра Великого. Напротив площади Ленина, на которой проводились праздничные мероприятия, расположен Кольцовский сквер. И почему-то думалось мне, что там, в этом Кольцовском сквере, должны располагаться мастера со своими авторскими работами. Пошла специально проверить, но нет Никаких мастеров я не увидела Зато здесь была вот такая вот выставка Давайте я их назову корабликами Наверное у них у каждого имеется какое-то свое название Но я девочка, я не очень разбираюсь Кораблики Кораблики разных эпох Модели были здесь выставлены Было любопытно посмотреть Довольно много посетителей смотрели На эти экспонаты Вот это наверное что-то более ценное Которое под стеклом находится Фонтаны были отключены Наверное по той причине, что можно было Вот эти кораблики здесь запускать Я думаю, что из-за этого Вообще фонтаны уже работают Уже включены Посмотрим художника Тоже с Петром связано А, ну это детские рисунки Полина, 10 лет Выставка работающихся Это прям красивая 13 лет Ну интересно так-то Я вам так скажу В кольцо Сумскайере Очень скромные гуляния Поэтому давайте глянем Что у нас тут За памятником Никитина Здесь кинотеатр Пролетарий Там галерея художников Там же угол И посмотрим Может быть какие-нибудь мастера стоят Ну в общем Посмотрим Здесь воронежские сувениры Котенок с улицы Редякова Как обычно Магнитики Ну в общем чисто сувениры Трешки Аллея художников Красивая какая Ну разная И техники разные Если честно Мастерство тоже Очень разное Перекликаю с сегодняшней темой День рождения Петра Первого Вам в кораблике покажу Вот посмотрите Насколько сильно отличается погода Воронеже и в Москве Вот посмотрите Уже какие розы Уже все в бутонах Кусты с меня ростом А у нас в Москве Все еще очень-очень скромные Не знаю Даже мне кажется Не на две недели разница А по-моему на месяц Очень как-то весны Нас вообще не было в этом году Продолжаем Экскурсию по Аллее художников Вот этого автора У меня есть и четыре картины Вот это интересно Мне очень нравится Вот посмотрите Тоже красивая Ну вот прошли Аллее художников Прошли В Воронежский Каверный театр Ни разу я здесь не была Надо может быть Как-то Специально Запланировать посещение Но теперь уже Наверное Только осень Наверное Сезон-то уже заканчивается Любопытно Любопытно Побывать Потому что Не была Давайте посмотрим Когда последний Спектакль А ну нет Еще он 26 июня Так что Может быть даже Вот такая вот У нас с вами Получилась Спонтанная прогулка По Воронежу Сегодня суббота Завтра Воскресенье Я уезжаю домой Сегодня С утра Уже сгоняла На Плошинный рынок Ну вот тоже Вам снимала Наверное Мы уже это видео Посмотрели Я думаю Скорее всего Спогасывается Было очень холодно Сейчас появилось По крайней мере Солнце И немножко Стих Ветер Я в восхищении Вот эти розы Выше меня Ростом И скоро Уже будут свистеть Потому что Ну а на этом Я с вами прощаюсь До следующей встречи Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok